Итак, мой дорогой зритель, очень рад видеть вас вновь в эфире, как и обещали. Итак, наша первая встреча была более чем приятной, во всяком случае, для меня, судя по вашим отзывам. Это давно назревший проект, и я очень рад, что он выходит именно в рамках Бакинского отдела культуры, Баки Маданиат Мерхязи. Очень интересная реакция на нашу тему, связанную с руководителями Баку дореволюционного и советского периода. Очень много новой информации. Я благодарен всем тем, в том числе и родственникам Алиши Джамильича Лемберанского, которые так живо откликнулись на наш эфир. Да, это настолько масштабная личность, что охватить всей полноты деятельности Лемберанского в рамках одной передачи не удалось. И, конечно же, можно было вспомнить такие грандиозные строительные достижения Алиши Джамильича, как знаменитый, единственный во всем Советском Союзе завет кондиционеров, представитель которого Алиш Джамильич сыграл роль этакого прораба. Зам предсовмина по строительству, был буквально прорабом на строительстве индустриального гиганта, призванного развить то, над чем сейчас хлопочет Азербайджан, не нефтяной сектор экономики. В горбачевские времена было такое выражение «прорабы перестройки». Судя по тому, что перестройка обернулась катастройкой, прорабы были не очень качественные и квалифицированные. Алиш Джамильич был великолепным прорабом. Практически все осуществлявшиеся под его руководством грандиозные строительные проекты доходили до своего логического завершения. Я не склонен идеализировать эру Лемберанского. Кстати, касательно лет этого периода пребывания Алиша Джамильича на должности тоже есть разночтение. По одним данным это 5 лет, с 59-го по 64-й год по другим данным это 7 лет. То есть эпоха Лемберанского продлилась до 66-го года. И в этом плане, опять-таки, очень полагаюсь на помощь с ведущей аудиторией людей, которые работали с Лемберанским, его родственников, близких, которые могли бы внести ясность. Не безинтересным является и причина его ухода с этой должности. А еще меня, как исследователя, очень заинтересовали бы военные фотографии Алиша Джамильича времен Отечественной войны. Но это касательно первой темы. Кстати, вот это вот обустройство бакинского бульвара во времена Лемберанского сопровождалось потерей некоторого дореволюционного наследия. Так именно к приезду Хрущева демонтируются знаменитые некогда купальни Бакинского бульвара. Такие были только в Баку и в Ницце. Но справедливость ради следует сказать, что к концу 50-х годов купальни находились в далеко непрезентабельном, если не сказать, неприглядном состоянии. И сама вода в бухте уже не соответствовала использованию их по первоначальному назначению. Может быть, когда-нибудь даже нашему поколению удастся увидеть новые купальни на современном бульваре. Но так уж повелось, что в нашей с вами не совсем давней истории каждая последующая волна, она не просто логически приходила на смену предыдущей, будь то строительство, будь то архитектура, будь то политические изменения, она зачастую ее жестоко сметала. И вот именно с этим будет связана тематика нашей сегодняшней передачи, потому что именно сто лет тому назад, сто лет и один день тому назад, произошел один из самых резких, драматичных и довольно интересных, хотя и еще до конца не изученных поворотов нашей с вами истории. На смену первой Азербайджанской республики, АДР, пришла Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. И вот именно этой теме, правда, в женских ее образах будет посвящена наша сегодняшняя встреча. Однако история Первой Республики до сих пор является предметом, с одной стороны, исследований, а с другой стороны, некоторых иногда даже спекуляций. А говорю с самого начала, я не являюсь экспертом в области Первой Республики. Я называю это Азербайджанской Демократической Республикой, Азербайджанской Народной Республикой. Знаете, если взглянуть на банкноты того времени, банкноты Первой Азербайджанской Республики, то она называлась очень просто Азербайджан Джумхурияты. Азербайджанская Республика. Там не было названия ни народной, ни демократической. Может быть, кто-то так переводит слово Джумхурият, не знаю. Но, знаете, вот эти вот названия народной, демократической, как правило, используют режимы далекие от народности и демократии, как правило, тоталитарные режимы. достаточно вспомнить Корейскую народно-демократическую республику. Так что будем называть эту республику ее собственным именем. Это была Первая Азербайджанская Республика 1918-1920 годов. За ней последует Вторая Республика. Это уже будет Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, пришедшая на смену Первой парламентской республике. А уже на смену Азербайджанской Советской Социалистической Республики, И, надеюсь, на этот раз необратимо, придет современная Азербайджанская республика. И так, за одно столетие у нас было три республики, и не надо этого пугаться. Франция пережила пять республик, пять французских республик. Так что сегодня мы поговорим о вот этом вот очень драматичном процессе смещения Азербайджанской республики 18-20-го годов Азербайджанской Советской Социалистической Республикой. Первая республика была очень интересным экспериментом где-то, который был исторически обречен. Как бы мы сейчас не сетовали на ее падение, на ее очень короткий век, всего лишь 23 месяца с 28 мая 18-го по 28 апреля 20-го года, этой республике был отмерен очень короткий срок, но это был первый, особенно на мусульманском Востоке, опыт парламентской демократии, светского правового государства, государства, предоставившего избирательное право женщинам, государства, прогласившего равенство всех перед законом независимости от пола, вероисповедания, этнического происхождения. Это был удивительный, яркий пример создания демократической государственности на мусульманском Востоке. Да, контекст, в котором создавалась эта республика, был очень и очень, ну скажем так, не способствующим ее развитию. И тем не менее, эта республика была создана не благодаря, а вопреки складывающимся обстоятельствам и смогла просуществовать. Да, был глубокий экономический кризис, да, были проблемы, начиная от, так сказать, социальных и кончая военными, да, два неполного года существования первой республики, это постоянное вооруженное противостояние с армянскими сепаратистами в Карабахе, Зангизурии, Нахичеване. Да, республика была обложена воюющими сторонами. На севере добровольческая армия Деникина, пытающаяся удержать Красную армию, Азербайджанская республика соблюдала полный нейтралитет в отношении гражданской войны в России, потому что любая из противоборствующих сторон, будь то добровольческая армия Деникина или Красная армия, имели одну цель, в одном случае реставрировать монархическую империю, в другом случае создать новую большевистскую империю, причем и та, и другая смотрели не только на Азербайджан, но и на весь регион Южного Кавказа, как на свое подворье, как на некогда свои территории, которые впоследствии 11-я Красная армия вновь пристегнет к Советской империи. Если говорить об архитектурной истории, то какое могло быть архитектурное наследие за два года? Мартовская резня Парна в Баку, учиненная дошнаками при поддержке большевиков, завершится сожжением Исмайли, здания мусульманского благотворительного общества, целенаправленного уничтожения сооружений, имевших наибольшую ценность в глазах местного мусульманского населения. Посмотрите, как выглядел после обстрела с моря минарет дворца Шерваншахов после прямого попадания снаряда. И Первая Азербайджанская республика в силу совершенно объективных обстоятельств не была в состоянии все это восстановить элементарно. Потому что на смену большевикам приходит диктатура центра Каспия, эсера меньшевистская, которая приглашает англичан. А в это время в Гендже формируется Кавказско-Исламский корпус под командованием 36-летнего генерала Нуру Паши. И вот первое столкновение под Гюкчаем приводит к тому, что большевики и дошнаки получают разгромное поражение. И после этого начинается отход большевистских частей, бегство армянских частей. В конце августа, начало сентября 1918 года Кавказский Исламский корпус стоит на поступках к Баку, а Баку защищает тысячный отряд генерала Денстервиля. И вот 15-тысячные вооруженные силы, находившиеся в Баку, преимущественно армянские, бегут, заслышав пушки Кавказского Исламского корпуса, артиллерии которого командовал знаменитый генерал, герой русско-японской Первой мировой войны Алиага Шехлинский, который, заняв господствующие высотки у Хардолана, обстреливает Баку не тяжелой артиллерии прицельно по жилым и историческим кварталам, как это делали дошнаки с большевиками, а он обстреливает его шрапнелью. Человеческие жертвы минимальные. Разрушения минимальные. Но визг от разрывающейся шрапнели приводит к панике, в основном в северных частях города, преимущественно Армянекен, Завокзальная. Таким образом, к сентябрю 1918 года, 15 сентября, Кавказский Исламский корпус победоносно войдет в Баку. А через два месяца, в ноябре, турецкие войска уйдут из Баку и на смену придут вновь англичане. Таким образом, власть Баку, военное присутствие, менялось и только в августе 1918 года. Войска генерала Томпсона оставят Азербайджана только с августа 1919 по апрель 1920 на территории Азербайджана не будет иностранных войск. Но ситуация оставалась довольно сложной. Постоянное военное противостояние в Карабахе. Мятеж, мартовский мятеж в Карабахе отвлечет практически все силы на юго-запад, оголив при этом северную границу, к которой уже подходили бронепоезда 11-й Красной Армии, которые командовали Левандовский, Орджоникидзе, Киров и Микоян. Фамилии говорят сами за себя. И вот вы знаете, да, можно говорить о том, что этот период был очень сложным и в политическом, и в военном, и в экономическом отношении. Но давайте называть вещи своими именами. В конечном итоге Первая Азербайджанская Республика пала не от экономического кризиса, не от продовольственных проблем, не от присутствия определенной периоды определенных воинских контингентов и не от сепаратистских вылазок дошнаков. Первая Республика пала в результате откровенной и неприкрытой агрессии извне. Эту агрессию осуществила 11-я Красная Армия. А вот все обстоятельства, указанные мной чуть выше, они подтачивали эту государственность и в результате сделали переход власти практически бескровно-безболезненным в Баку. Вы знаете, мне иногда кажется, что одной из причин столь легкого падения Первой Республики было то, что она была, ну как бы это сказать, до неприличия демократичной. Вот за 23 месяца ее существования сменилось 5 кабинетов. Да, там причиной частых перемен кабинетов министров были, может быть, какие-то политические трения и так далее. Кстати, в парламенте Первой Республики были представлены все политические фракции, существовавшие в Азербайджане. От Масавата и Техад до славянско-русского общества и партии Дашна Цу-Цюн. Это было представительство в парламенте. Предвидительно, таким же был состав кабинета министров, который сменился 5 раз. И вот в декабре 2018 года кабинет Фатали Хана Хойского в полном составе ушел в отставку не по политическим мотивам, а из-за того, что сейчас называется коррупционным скандалом. То есть вот иногда мне кажется, что республика была не по времени демократичной. То есть ситуация, контекст, в котором ей приходилось существовать, совершенно не располагали к такому вот демократическому этикету и кодексу правил. Однако он соблюдался, Первая Азербайджанская республика, и даже уход от власти был демократичным. Было принято решение о передаче власти прибывшим, так сказать, большевикам. И по этому поводу два года назад, к столетию Первой республики, Баку Медиа-центр снял очень хороший документальный фильм с элементами игрового кино «Сон и Джилас. Последнее заседание», где и повествуется о том, как ни без участия таких политических деятелей, как Ахамалеулы и так далее, произошел процесс передачи власти, который имел внешне совершенно легитимные формы. Вот с этого момента советская власть начинает распространяться по всей территории Азербайджана. Однако этот процесс не будет гладким. Буквально месяц спустя происходит событие, о котором очень не любили вспоминать даже советские историки. Настолько оно было кровавым, настолько оно было жестоким. Это был знаменитый генджинский мятеж, поднятый офицерами азербайджанской армии, которые до того прошли великолепную школу российской армии. И возглавляли азербайджанскую армию на тот момент в Гендже против действий большевиков. В числе людей, возглавивших так называемый генджинский мятеж, были кадровые офицеры. Джавадбей Шехлинский, племянник Аляха Шехлинского, Джангербек Кязембеков. Этот мятеж был подавлен. Причем, знаете, он честно совпал с двухлетней годовщиной Первой республики. Мятеж начинается 26 мая 1918 года. Причем, основная линия противостояния был вот этот вот мост через реку Генджачай, разделявший армянскую часть города, где находились в основном основные штабные структуры подразделений Красной армии и мусульманской частью. Однако попытки взять Генджу из армянской части города не завершаются успехами. А советская Россия делает очень хитрый ход конем. Она заключает 28 мая 1920 года перемирие с меньшевистской Грузией, высвобождая тем самым силы, сконцентрированные на северо-западной границе Азербайджана. И в Генджу направляются бронепоезда с говорящими названиями. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Шоумен Джапаридзе. И вот эти бронепоезда с севера плюс наступление с юго-восточной части ставят Генджу в положение совершенно окруженного города. Мятеж удается переломить и буквально потопить в крови. Вот тут очень, так сказать, по-своему показательными являются приказы того самого Левандовского, Михаил Карлович Левандовский, командующий 11-й Красной армией, который писал, исходя из того, что самые жестокие расправы в Гендже, вплоть до полного разрушения города, смогут разрядить всю создавшуюся атмосферу в регионе, а незадолго до Генджинского мятежа был небольшой мятеж в Тер-Тере. То есть буквально весь Азербайджан представлял собой тлеющие угольки. Так вот, что пишет Левандовский. Теперь же приказываю начать разрушать квартал за кварталом и разрушить весь город до основания. Причем до основания написано рукой Левандовского. «Подавление восстания должно носить характер самой жестокой и беспощадной расправы. За каждую пролитую кровь красноармейцев всех участников восстания расстреливать без всякого суда». Михаил Карлович Левандовский. Ну, на то были свои причины у Левандовского, потому что, например, в докладе инспектора пехоты 11-й Красной армии Мельникова, Серго Арджиникидзе, можно прочесть следующее, цитирую. «Контингент восставших составляло почти все мусульманское население Генжи. Были случаи, когда женщины стреляли из винтовок. Затем у некоторых при обыске находили в складках платья револьверы. Даже одну, как мне рассказывал один красноармеец, нашли мертвой у пулемета на крыше». Конец цитаты. То есть Генжинский мятеж был потоплен в крови. Там, опять-таки, очень сложный клубок противоречий. Я далек от военной истории, абсолютно ничего не понимаю, чтобы давать, так сказать, расклады передвижения войск, укрепляемых районов и так далее. Но вот именно в этот период, в конце мая, начале июня 20-го года, ливневые дожди приводят чуть ли не к затоплению значительной части города. Вот это такой вселенский потоп, сопровождаемый потоплением в крови первого мятежа. И вот именно в этой ситуации обреченные практически так называемые мятежники отмечают второй юбилей Первой Республики. В воспоминаниях, к счастью, выжившего Джангирбека Киазимбекова читаем. «Каждый говорил о борьбе до конца. Пускай нас победят. Но пусть эта победа обойдется врагу в сотни и тысячи жертв. Пускай день 28 мая войдет в нашу историю не только как день провозглашения нашей независимости, но и как день великих жертв ради Родины. Пускай 28 мая враг столкнется с тяжелой, беспощадной борьбой насмерть. 28 мая достойное сопротивление будет символом нашей воли и символом нашей моральной победы». То есть практически понимая свою обреченность, мятежные войска, это были не мятежные войска, это были войска Первой Азербайджанской Республики, продолжали сопротивление, которое завершится очень жестоким подавлением. Гуманитарные последствия подавления гянджинского мятежа напоминали реальную катастрофу. Очевидцы этих событий сравнивали мусульманские кварталы гянджи с землетрясением 1139 года, описанным в поэмах Низами. Вот этот гянджинский дух, дух той самой гянджи, которая в 1804 году сопротивлялась генералу Цицианову, командовавшему царскими войсками, отчего гянджу впоследствии переименуют в Елизаветполь. Этот дух гянджи, который привезет переименование города в 1934 году в Кировабад, продолжал жить в гянджи. Я не буду, так сказать, особо вспоминать такие эмоциональные аспекты этого, но есть чисто статистические факты. В 1917 году население гянджи составляло порядка 60 200 человек. Перепись 1921 года выявит 37 700 человек. Плюс еще полторы тысячи в районе вокзал, еще три тысячи в одном из пригородов гянджи. Я не стану утверждать, что вся эта разница приходится на погибших, но количество жертв было колоссальным. Лишь небольшому числу мятежников, в их числе, кстати, Джавадбеку Шехлинскому и Джангербеку Кезембейли, удастся выбраться из гянджи и впоследствии эмигрировать в Турцию. А уже после этого в случае с Джангербеком Кезембейли в Польшу, где в 1923 году Джангербек Кезембейли станет кадровым офицером войска польского. Он доживет до 1955 года и умрет в Берлине, в ГДР при довольно сомнительных обстоятельствах. Но вы посмотрите, какая интересная аналогия гянджа и Польши. И вот сейчас я хотел бы подвести вас к еще одному очень интересному событию 20-го года, столетие которого будет отмечаться не в мае этого года, а в августе. Дело в том, что да, при всем драматизме сопротивление гянджинцев будет сломлено, Красная Армия войдет в Армению, где она встретит наименьшее сопротивление. В Грузии будут тоже довольно серьезные, так сказать, столкновения с красноармейцами, но так или иначе, раздираемой внутренними распорями, особенно в силу притязаний Дашнакской Армении, как Грузии, так и Азербайджану, приведшим к постоянным войнам, регион Южного Кавказа довольно быстро попадает под сферу контроля, сферу влияния 11-й Красной Армии и становится частью Советского Союза. В это же время советские войска, Красная Армия входит в Киев, за Киевом, Львов. Таким образом, к лету 1920 года большевики, что называется, закусили у дела. Добровольческая армия Деникина разбита, Юденич разбит, Колчак расстрелян. Большевики восстанавливают империю в ее предыдущих границах, но вот тут им придется столкнуться с довольно жестким сопротивлением. Вот этим крепким орешком, который большевики так и не смогли раскусить, окажется Польша. Потому что именно здесь, в августе 1920 года, произойдет сражение, впоследствии получившее довольно интересное название «Чудо на Висле», когда столкнулись две грандиозные армии. И, пожалуй, после окончания Первой мировой войны на Европейском континенте это была самая грандиозная битва, где, по разным данным, с каждой из сторон, как с польской, так и с советской, участвовало от 120 до 140 тысяч. Колоссальные армии схлестнулись у Вислы. Два человека с очень перекликающимися фамилиями – Пилсудский и Тухачевский – осуществляют грандиозное столкновение, в котором удача улыбнулась по счастью Польши. Для поляков это была отечественная война. Но в какой-то момент судьба Польши висела на волоске. Лишь благодаря этакому чуду удалось переломить ход сражения, и Пилсудский одерживает верх над своим этническим соплеменником Михаилом Тухачевским. Кстати, первыми заместителями Тухачевского были известный кавалерийский генерал непотопляемый, буденный и человек с довольно оригинальным именем – Гая Гай. Он командовал 4-м кавалерийским корпусом. На поверку оказалось, что его зовут Гайк Дмитриевич Бжишкиян – уроженец Табриза, южного Азербайджана, впоследствии перебравшийся в Тифлис, участвовавший в Первой мировой войне, воевавший с Юденичем. Но до этого была связь с организацией ГНЧАК, ФИДАИН. Затем, скорее всего, в очень неспокойные времена 18-20 года в составе армянских частей, возможно, он участвовал в расправах над мирно-мусульманским населением. Эту часть биографии Гая Гая мне расследовать так досконально не удалось. Но на момент «Чудо на Висле» Гая Гай командует одним из крупнейших кавалерийских корпусов, который, оказывается, прижат к польско-прусской границе, разгромлен на голову. А Гай-агай с остатками недобитых войск бежит в Восточную Пруссию, сдается в плен и интернируется обратно в Советскую Россию. И вот это «Чудо на Висле» во многом, как ни странно, оказалось возможным благодаря человеку незначительному по своему воинскому званию. На тот момент это был поручик, лейтенант Ян Ковалевский, который по военной иерархии дослужится лишь до подполковника. Но это было удивительное сочетание гуманитария с технарем. Уроженец Ладзи, выпускник Льежского университета, полиглот, владевший несколькими языками, в том числе немецким и русским, он устраивается офицером в российской армии в начале Первой мировой войны и служит в инженерных войсках, где осваивает специальность криптографа, шифровальщика. И вот во время битвы на Висле Ян Ковалевский, кстати, фамилия перекликается со знаменитым математиком Софией Ковалевской. Были ли они родственниками, просто, наверное, фамилицами не берусь сказать, но Ян Ковалевский умудряется собрать группу ведущих математиков, и ему удается взломать радиопередачи советских войск. К 1920 году им дошифровывалось от 200 до 400 радиограмм в день, причем охват, так сказать, радиошифрограмм был не только в Польше, он чуть ли не прослушивал донесения, которые шли в Сибирь, на югу, Черного моря. То есть это был технический гений, которому удается взломать радиограммы передачи советских войск, и именно благодаря его донесениям Пелсуцкий делает несколько очень грамотных, так сказать, передвижений на фронте, которые предрешат исход Варшавской битвы, так называемого «чудо на Висле». Именно эта победа позволит Польше выиграть критически важный период с 1920 по 1939 год между Первой и Второй мировыми войнами Польша создаст реальное государство, которое большевики не могли контролировать. А для большевиков Польша была лишь перевалочным пунктом для так называемого «экспорта революции», для того, чтобы зажечь пожар коммунистической революции в Европе, принести большевистские идеи в Германию. И они прекрасно знали, что в обескровленной Первой мировой войне Германии эти идеи могут иметь определенную социальную базу. Кстати, и среди интеллектуалов, несколько склоняясь от темы, ведь именно в 1925 году из Германии в Советский Союз приезжает Рихард Зорге, прошедший всю Первую мировую войну на стороне Германии, где он воевал против России. Он резко левеет к концу войны, и он решает переехать в Советский Союз. То есть вот эти вот идеи, очень, знаете, такие соблазнительные, демагогические большевистские идеи имели определенную социальную подоплеку, но вот этим вот камнем преткновения на пути в Европу становится Польша, которая выигрывает 20 лет независимого и цивилизованного существования. Передел карты Европы во Вторую мировую войну начнется снова раздела Польши. В нынешнем году мы отмечаем очень много интересных юбилеев, начиная от падения Первой республики, от генджинского мятежа, и заканчивая чудом на Висле. Но если взглянуть на них в общеисторическом контексте, то мы видим, насколько все эти события, будучи географически отдалены друг от друга, взаимосвязаны друг с другом такими невидимыми историческими нитями, а иногда и совершенно реальными человеческими судьбами, как в случае с Джавутбеком Киазымбековым, который вначале сделал карьеру от Харунжева до полковника в царской армии, дослужился до генерала в армии Азербайджанской республики, а потом командовал батальоном в армии войска польского. Чудо на Висле завершилось пленением 60 тысяч красноармейцев и гибелью чуть ли не 14 тысяч. Вот советская историография, особенно такие просоветские историки, очень любят обвинять Пилсудского якобы в зверствах над красноармейцами. Пардон, времена были очень жестокие, и зверства были со всех сторон. И я не пытаюсь этого оправдать, но контекст времени позволяет нам понять ситуацию. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Но вот что интересно, ни одна из сторон, вовлеченных во все эти конфликты, не уничтожала с такой последовательной и бескомпромиссной жестокостью своих генералов. Посмотрите на последующую биографию всех выдающихся главнокомандующих, участвовавших в том же Варшавском сражении. Тухачевский расстрелян. Гаягай в 1937 году обвинен в шпионаже, расстрелян. Ливандовский, командовавший 11-й Красной армией, расстрелян. Вместе с Тухачевским, Гаягаем и целой, так сказать, когортой советских военачальников. И вот об этой удивительной способности, а иногда даже страсти к самоуничтожению советского режима, основу которой лично мне до сих пор до конца не ясны, мы поговорим, когда речь зайдет об истории Азербайджанской республики. Но на этот раз не в фактах, цифрах и не в, так сказать, депешах с полей сражений, а в двух очень ярких, очень интересных и одинаково трагичных женских судьбах героинь нашего сегодняшнего вечера. Итак, наша сегодняшняя встреча, я прошу прощения за столь длительную преамбулу, связанную со сменой первой Азербайджанской республики, Азербайджанской советской социалистической республикой. Так вот, главными героинями нашего сегодняшнего общения, мой дорогой зритель, являются две удивительно яркие азербайджанские женщины. Это первая азербайджанская пианистка Хадиджа Ханум Гаибова, и это первая азербайджанка-художница Гейсар Ханум Кашиева. Интересно то, что, будучи первыми азербайджанками, каждая в своей области, будь то музыка, будь то изобразительное искусство, они были одними из первых, если не первыми, на всем мусульманском Востоке. Двух этих женщин очень многое объединяет. Обе родились в 1897 году, одна в мае, другая в июне. Обе родились в Тифлисе. Тифлис был своего рода региональным центром Южного Кавказа, где азербайджанская община играла далеко не последнюю роль, и очень многие представители азербайджанской интеллигенции, творческой в частности, были родом из Тифлиса. Обе были дважды замужем в силу в одном случае объективных, но в другом случае субъективных обстоятельств. Обе свяжут свою судьбу с Первой Республикой. Они переедут из Тифлиса в Баку в 1919 году. 1919 год – это был единственный относительно стабильный год так называемого государственного строительства, насколько этому, так сказать, содействовал весьма неблагоприятный исторический контекст. Но, тем не менее, и та, и другая в 1919 году приезжают в Баку, и здесь развивают активность в социальной сфере, каждая в своей области. Затем советизация. Это, как ни странно, на 1920-е годы в жизни и той, и другой женщины, и Хадыча Гаибовой, и Лей Саркашиевой, именно на 1920-е годы приходится апогей их общественной деятельности, что вполне соответствовало духу первого десятилетия советской власти, когда новая власть пыталась укрепиться не столько карательными, сколько зачастую реформистскими методами, и это срабатывало. Но за десятилетиями 1920-х годов следуют 30-е годы, особенно вторая их часть, начиная с 1935-го, 1937-го года – волна репрессий. И вот обе героини сегодняшнего повествования станут жертвами этого молоха репрессий. Причем одна с посмертным летальным исходом. Пианистка и художница. С кого начнем? Обычно, когда я задаю этот вопрос в живой аудитории, мне почему-то из первых рядов отвечают – с пианистки! Мне кажется, что сейчас аудитория хочет услышать в начале историю пианистки. Итак, честь имею представить вам первую азербайджанскую пианистку, профессионального музыканта Хадиджу Ханун Гаибаву. Вообще-то, в девичестве она была Мюфтизаде. Она родилась 24 мая по новому стилю, 12 мая по старому стилю, 1893-го года, как и гей Саркашиева, обе, 1893-го года рождения. Родилась в семье Османбека Мюфтизаде и Зулейхи Ханун Терегуловой. Отец – сын кавказского муфтия, Мухаммеда Эфенди Мюфтизаде. Отсюда происходит ее девичья фамилия. Мама из рода Терегуловых, из того самого рода, из которого вышли Малейхи Ханун Байдигюль Джамал Терегуловы. Это жены Муслима Магомаева и Узейра Гаджибекова. И мама была родной сестрой Рахили Ханун Терегуловой, которая была одной из преподавательниц, и даже в одно время директрисой Тагиевской женской школы. То есть родословная потрясающая, очень интеллигентная, очень грамотная семья. И будучи внучкой кавказского муфтия, Хаджи Ханун в последствии станет невесткой его преемника Гусейна Эфенди Гаибова, о котором я расскажу вам отдельно. Эта фигура заслуживает особого внимания. И вот что интересно, она родилась, казалось бы, в духовной семье, но эта семья абсолютно не препятствовала занятиям Хаджи Хану, в том числе и музыке. Однако свое первоначальное образование она получила в одном из старейших на Южном Кавказе учебных заведений. Это было заведение Святой Нины в Тифлисе. Вообще благотворительное общество Святой Нины было основано в 1846 году, супругой кавказского наместника Михаила Сергеевича Воронцова Марии Ксаверьевной. И вот это общество открывает школы по всему Южному Кавказу. То есть Тифлис, Кутаис, губернские центры, Шамаха, которая была центром губернии до 1559 года, затем с переносом центра губернии в Баку, заведение Святой Нины будет открыто и в Баку тоже. Кстати, в здании этого учебного заведения сейчас располагаются две школы – 132-я и 134-я. И, кстати, именно в этом здании располагалась школа Нино в романе «Али и Нино», чей, кстати, главный герой погибает в конце повествования не в Баку, а на том самом Гянджинском мосту, отделявшем мусульманскую часть города от армянской. Но заведение Святой Нины имело свои, как сейчас принято говорить, аутлеты повсюду. И вот может сложиться впечатление, что это было такое очень престижное учебное заведение, этакой пенсион благородных девиц. Не совсем идея учебного заведения была совершенно другой – дать образование девочкам, скорее, из малоимущих семей. В этом плане устав школы, так сказать, излагал цели и миссии этого учебного заведения более чем, так сказать, красноречиво. Цитирую. «Целью общества Святой Нины, его школы, является воспитание и необходимое образование девиц недостаточных, то есть небогатых родителей. Воспитание девиц в учебных заведениях Святой Нины, школа Святой Нины имеет целью образовать добрых жен и хороших матерей, проникнутых истинным пониманием своих обязанностей. Будучи предназначены провести жизнь своей большей частью в кругу скромном, при ограниченных средствах они приобретают в заведениях общества познания соответствующие будущей их участи, приучаются к полезным рукоделиям, к домашнему хозяйству, а главное – к бережливости и порядку, могущим пособить в домашнем быту недостатку средств». Конец цитаты. То есть учебное заведение готовило образованных мам из не очень богатых семейств. Именно поэтому преподавание таких предметов, как музыка, танцы, французский язык, не входило в общую образовательную программу, однако за дополнительную плату девочки могли получить музыкальный класс. Родители Хадыча Гаибова, видимо, в периоды обучения в заведении Святой Нины берут занятия дополнительной музыки. И девочка проявляет удивительные способности, она начинает музыцировать. Впоследствии Хадыча Гаибова будет первой, кто начнет исполнять на фортепиано традиционные, народные, а иногда и мугамные произведения. Она начинает их запись на ноты, она начинает их гармонизировать. Правда, все это носило, так сказать, характер ее личной инициативы, Но по окончании гимназии заведения Святой Нины в 1911 году 18-летняя Хадыча Гаибова, следуя основной миссии своей, альма-матер, образовывать добрых жен и хороших матерей, проникнутых истинным пониманием своих обязанностей, выходит замуж за своего первого супруга. Она была замужем дважды, но она была дважды Гаибовой. И ее первый, и ее второй супруг происходили из этого выдающегося, знаменитого газахского рода, Гаибовых, из которых вышли, начиная от первого азербайджанского летчика Фаруха Гаибова, о котором я надеюсь рассказать в одном из последующих наших выпусков, до знаменитого закавказского муфтия Гусейна Эфенди Гаибова, за сына которого, Хадирбека, человек, имеющего техническое образование, очень образованного, интеллигентного, выходит замуж Хадиджа Ханум. И в 1913 году у них уже рождается первенец, сын Абдул Керим, который унаследовал технические способности, отца он окончит Ленинградский политехнический институт, и в Воронеже дослужится до руководителя ОТК, отдела технического контроля, на заводе Рекорд. А вот в Баку он вернуться не сможет после того, как была репрессирована и расстреляна мать. Но это будет несколько позже. Пока же Хадиджа Ханум связала свою жизнь с сыном удивительного человека, Гусейн Эфенди Гаибов. В принципе, это не было. Он не был религиозным деятелем. Хотя пост, который он занимал, муфтии за Кавказе, это глава всех мусульман-суннитов на Кавказе. Этот человек был филологом. Он первый составил антологию, четырехтомную антологию азербайджанской поэзии. А в 1979 году совместными усилиями с Мирзоффи Талияхундовым Гусейн Эфенди Гаибов добивается открытия в знаменитой горийской семинарии татарского, то бишь азербайджанского отделения, где он же начинает преподавать филологию. Кстати, это самое учебное заведение окончат и Узаир Гаджибеков, и Муслим Магомаев. Гусейн Эфенди Гаибов привезет в Тифлис и устроит Тифлисскую гимназию своего двоюродного племянника Аляха Шехлинского. В 1881 году ему поступают предложения, от которого он не смог отказаться. Ему предлагают пост Кавказского муфтия. И он принимает этот пост, но с очень интересной оговоркой. Он пишет, «Я не был духовным лицом, никогда никаких духовных треб не исполнял и впредь исполнять не буду. Однако предложенный мне пост приму, так как полагаю, что именно на этом посту сумею принести наибольшую пользу моему народу». Таким образом, довольно интересный пример такого прагматичного патриотизма этот пост Гусейн Эфенди Гаибов будет занимать вплоть до своей кончины. В 1917 году его дочери Нигяр и Гёфхар, окончившие Закавказский девичий институт, были частью элиты Тифлиса. Кстати, Нигяр Ханун, первая сестра милосердия азербайджанка, станет впоследствии супругой Аляра Шехлинского. Его супруга Саадат Ханум активно участвовала в деятельности Кавказского женского благородного общества, а его сын Надир ренится на первой азербайджанке-пианистке Хадиджи Ханум Гаибовой. В 1919 году Гаибовы переезжают в Баку. В этот момент в Азербайджане идет вот этот вот тяжелый процесс создания новой государственности. Да, первая республика не могла за неполных два года сделать многое, но то, что она сделала, впечатляет. Именно в 1919 году в Баку открывается Бакинский государственный университет. И ректор приглашается из Тифлиса, из закрытого в Тифлисе Закавказского русского университета Василий Алексеевич Розумовский, выдающийся врач, переезжает в Баку и становится здесь первым ректором Азербайджанского государственного университета, нынешнего, который в прошлом году отметил свое столетие. То есть они попадают в струю. И в этот же период Хадиджа Гаибова вместе с Узайербеком Гаджибековым, с Ульфугарбеком Гаджибековым, с братьями Гаджибековыми вносят очень весомый вклад в создание будущей Азербайджанской консерватории. То есть вслед за университетом следующим шагом должно было быть открытие Азербайджанской государственной консерватории. И, собственно, в 1920 году Гаджибеков уже представляет доклад о необходимости создания высшего музыкального учебного заведения. Но что произойдет в апреле 1920 года, вам известно. Смена власти. А новая власть, едва укрепившись, как ни странно, решает продолжить вот эти вот начатые предыдущие республики, азербайджанские проекты, результатом которого становится открытие 21 августа 1921 года Советом народных комиссаров уже советского Азербайджана музыкальной консерватории. То есть Азербайджанской государственной консерватории. Это сейчас Азербайджанская государственная музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова. И вот именно на этот период приходится пик общественной деятельности Хадиджи Ханун Гаибовой. Буквально двумя годами позже при ее непосредственном участии она возглавляла в этот момент отдел восточной музыки при Наркомпросе, Наркомате просвещения Азербайджанской республики. Создается нота издательства, которая, кстати, в скором времени возглавит первая азербайджанка, отучившаяся в Ласкало, Шавкет Ханун Мамедова, 26-летняя Шавкет Мамедова. И вот вы знаете, в людях той генерации, в частности, в той же Хадиджи Ханун Гаибовой, удивительно сочетались как исполнительские, как преподавательские, так и административные начала. Да, она стояла у истоков Азербайджанской государственной консерватории, но в период с 1927 по 1931 год, когда консерватория уже функционировала, она же становится студенткой на композиторском факультете, открытой при ее непосредственном участии в консерватории. То есть эти люди не просто открывали учебные заведения, они шли в эти учебные заведения студентами. Я понимал, что вот ее образования исполнительского недостаточно, она решила получить академическое образование, она его получит. На композиторском факультете, созданной при ее непосредственном участии Азербайджанской государственной консерватории. Интересно, что именно в этот период, с 1927 по 1928 год, уже при финансовой помощи советского правительства, завершает учебу в Ласкало, Шавкет Мамедова и Узаир Гаджебеков. То есть это был такой, знаете, своеобразный период советского ренессанса, вторая половина 20-х годов. Колоссальные инфраструктурные проекты, в 1924 году запускается первый в Советском Союзе трамвай, за которым последует первая на территории бывшего СССР электричка. То есть с одной стороны инфраструктура, с другой стороны медицина, здравоохранение, образование, то есть власть укреплялась реформистскими методами, и именно на этот период приходится пик общественной деятельности Хадиджи Ханум Гаибовой. Но 30-е годы привнесут несколько иной политический климат. Ветры начинают холодать. В 1933 году Хадиджу Ханум арестовывают по обвинению в контрреволюционной деятельности. К тому времени она уже рассталась со своим первым супругом, от которого в 1926 году, через 13 лет после рождения сына, родится дочь Алангу Ханум, очень оригинальное имя, в честь татарской богини непорочности. Но именно в этот же период, вскоре после рождения дочери, Хадиджи Ханум расстается с первым мужем. Ее второй муж, Рашид Абдулаевич Гаибов, был одним из первых ректоров Азербайджанского народно-хозяйственного института. Это нынешний экономический университет. В 1933 году Хадиджи Ханум арестовывают, но арест оказался недолгим. Ее вскоре в последствии трех месяцев обвинения с нее снимаются, обвинения были ни много, ни мало в контрреволюционной деятельности. И уже в 1934 году Хадиджи Гаибов включает в исследовательский состав Азербайджанской государственной консерватории по изучению азербайджанского национального музыкального наследия. Вот посмотрите, именно в 1934 году Рейнгольд Морицевич Глиер ставит оперу Шахсанан, написанную под голос Шевкет Мамедовой, где заглавные партии исполняют Шевкет Мамедова и Бюльбюль Аших Гаиб. То есть, понимаете, вот такой первоначальный небольшой такой сбой, а потом вроде казалось бы все ничего. А дальше 1938 год, культурная декада Азербайджана в Москве с 5 по 15 апреля 1938 года. Но на Хадиджи Ханум ситуация менялась не к лучшему. В 1937 году ее муж Рашид Абдуллаевич Гаибов был репрессирован. Один из первых ректоров Народно-хозяйственного института впоследствии будет расстрелян. А 17 марта 1938 года арестовывается сама Хадиджи Гаибов. И вновь стали на артный набор обвинений, которым еще прибавят эмиграцию в Турцию ее брата. И далее начинается вот эта вот череда допросов. Последующие 5 недель после ареста ее вызывают на допрос 10 раз, пока не признают виновные шпионажи. Вот посмотрите, допрос за допросом, допрос за допросом. А в это время в Москве проходит культурная декада Азербайджана, когда Узэль Гаджбеков Бюль-Бюль, Шавкет Мамедова получает звание народных артистов СССР. Посмотрите, какие интересные параллели. Но каждый из них, чтобы не души знал, что между ними и арестованной Хаченькой, так называли между собой друзья Хадиджи Ханум, один шаг. Любой из них в любой момент может оказаться в том же застеньке, где находилась Хадиджи Ханум. Возможно, именно из-за такой напряженной ситуации Гаджбеков заработает диабет, неправильное лечение которого, по мнению Рамазана Гамзадовича Калилова, бессменного директора Дома музея Гаджбекова, станет одной из причин его столь раннего ухода. Но это сейчас, так сказать, об этом можно строить догадки. Но так или иначе, Хадиджи Ханум содержит под стражей до ноября 1938 года. Она сидела в одной камере Зивер Эфендиева, это жена тоже видного государственного деятеля, председателя ЦИК Азербайджанской ССР, Султан Меджида Эфендиева, который тоже стал жертвой репрессий. И по воспоминаниям Зивер Эфендиева, которая, к счастью, выжила, Хадиджи Ханум не теряла оптимизма, даже будучи в камере. Она понимала, что она не может изменить ситуацию, что это правило игры, что называется. Ведь это была система, в которой существовала структура под названием Алжир, не путать с названием страны в Северной Африке. Алжир в Советском Союзе времен Сталина это был Акмалинский лагерь жен изменников Родины. Только советская система могла додуматься до такого чудовищного и названия и структуры жен лагерь жен изменников Родины. Да, мужа арестовали, она знала, что сейчас она на очереди. Но она не видела с собой никакой иногда, я понимаю, меня арестуют, ну что в крайнем суде, ну сошлют куда-нибудь, ну куда бы меня не сослали, в самом захудалом месте я отыщу самое расстроенное пианино, я его настрою, и я буду преподавать детям музыку. Об этом говорила женщина в камере. Решение будет совершенно другим. 19 октября 1938 года, после 15-минутного слушания, 45-летняя Хадиджа Ханум Гаибова была приговорена к расстрелу. Расстрел был проведен в исполнение неделю спустя. В 1956 году ее очень упорная, очень такая, знаете, с характером, хваткая дочь Алангу Ханум, которая, кстати, училась с дочерью репрессированного Аббас Мирзи Шариф Заде, с Азадом Мирзаджан Заде добьется реабилитации мамы, но уже посмертной. И как вспоминала Алангу Ханум, когда арестовывали Хадиджу Ханум, она жила в Шахском переулке прямо за Аздрамой в Ашурбековском доме. Этот дом, к сожалению, недавно был снесен во время строительства продолжения Зимнего сада. Так вот, во время ареста Хадиджи Ханум были изъяты все ее личные вещи, ноты, ценности, среди которых был очень интересный сапфировый перстень, серебряный перстень с сапфировым камнем, подаренный по воспоминаниям Алангу Ханум Гаджизей Налабдином Тагиевым, тем самым Тагиевым, который в свое время отправил на учебу в Милан Шавкет Мамедову. Этот перстень в числе личных вещей Хадиджи Ханум был изъят. И вот посмотрите, по прошествии многих лет Алангу Ханум обнаруживает этот перстень в семье одной из своих подруг, чьи предки работали в НКВД. Больше в эту семью Алангу Ханум не ходила. А посмертная реабилитация Хадиджи Ханум была, увы, слишком поздней. Сегодня мы пытаемся вернуть имя этой замечательной женщины, в судьбе которой прослеживается вся та драма перехода от первой Азербайджанской республики 18-20-го годов и Азербайджанской Советской Социалистической республики в человеческих образах. Но эту галерею мы продолжим после небольшой паузы. Итак, еще одной яркой, драматичной, трагичной женской судьбой периода Первой Республики является судьба Гейсар Ханум Кашиевой, первой азербайджанской, возможно, мусульманской художницы. Она родилась в Тифлисе 7 июня 1893 года в купеческой семье. Ее отец был купцом первой гильдии Сейфулла Кашиев, а мама происходила из терских татар. Полина Яковлевна Титова, дочь атамана терского казачьего войска. Но она выходит замуж за мусульманина в сейфу Лукашиева, а в царской империи вообще не фиксировались, не регистрировались межконфессиональные браки. На этом, собственно, и закручен весь сюжет романа о Ленино. Так вот, выходя замуж за иноверца, Полина Яковлевна принимает ислам. И от этого брака, как и в случае с Хадиджи Ханум, родится один мальчик и одна девочка. Гейсар Ханум провела все свои детские годы в Тифлиси. Она именно в Тифлиси начинает обучение в художественных классах. При Кавказском Обществе изобразительных искусств существовали такие вот специальные художественные классы, где она оказывается чуть ли не первой, практически единственной мусульманкой. Но ей с самого детства повезло с учителями. преподавателями Гейсар Ханум Кашиевой были два выдающихся Тифлисских художника, кстати, оригинально немецкого происхождения. Это Оскар Иванович Шмерлинг и он был выпускником Петербургской Академии художеств, Мюхенской Академии по классу батальной живописи, Петербургской Академии по классу гравюры и Мунц. Так вот, Оскар Шмерлинг, несмотря на то, что он обучался совершенно различным жанрам от баталистики до гравюры, он Тифлисцам больше запомнился как великолепный карикатурист. Ведь именно он иллюстрировал очень многие издания журнала Моллана Среддин, который в определенный период издавался в Тифлисе. Так вот, Оскар Шмерлинг, Карл Зуммер, два великолепных художника ставят перо Гейса Арханум. Впоследствии она будет известна своими очень интересными работами, типа портреты Леонардо да Винчи, Гоголя, мусульманский интеллигент, очень оригинальные графические работы с изображением античных фигур, все помечены очень характерными инициалами ГК, Гейсар Кашиева. То есть вот это увлечение изобразительным искусством, плюс очень хорошая школа, великолепные преподаватели, которые, кстати, поставят еще и неплохое пирог карикатуриста, и Гейсар Ханум, это ей тоже пригодится в дальнейшем советское время, потому что Гейсар Ханум становится практически первой азербайджанкой художницей. Но в 1916 году в жизни 23-летней Гейсар происходит очень интересное событие. она выходит замуж за кадрового офицера российской армии Шерембек Кесамэнский, из того знаменитого, тоже казахского рода, Кесамэнли, это был человек, прошедший горнило Первой мировой войны. Собственно, их встреча состоялась в Тифлисе незадолго до начала Первой мировой войны, а Шерембек был лишь на 6 лет старше Гейсарханова, он был в 1987 года рождения, он родился в селении Грах Кесамэн, но кадровый военный, оканчивает Тифлийский кадетский корпус, затем Константиновское артиллерийское училище в Петербурге, а вот уже Первую мировую войну поручик Кесамэнский встречает в составе 156-го Елизаветпольского полка, воюет вначале на Кавказском фронте, затем Западный фронт, где он награждается орденами за отвагу, орденом Святого Станислава Третьей степени, Георгиевский крест Четвертой степени, и вот в начале 1916-го года в связи с ранением подполковник Кесамэнский прибывает на лечение в Тифлис, и вот здесь он решает уже не искушать судьбу. Шерембек Кесамэнский и Кейсархан Мкашиева венчаются. От этого брака родится а в 1917-м году Российская империя рухнула. Шерембеку просто не пришлось обратно возвращаться на фронт, он возвращается в строй, но на этот раз в Азербайджанскую армию. Вполне вероятно, что именно он участвовал в Бакинском сражении 1918-го года, потому что в рядах Азербайджанской армии он служит под командованием генерал-лейтенанта Аляха Шахлинского, он командует вторым конным Карабахским полком, который входил в состав корпуса генерала Шахлинского. А Шахлинский в Кавказском Исламовском корпусе руководил всей артиллерией. И вполне вероятно, что именно полковник, к тому времени уже полковник СМНский активно участвует в освобождении Баку и от англичан, и от Дашнаков, и от эсеров. А уже дальше начинается такой довольно интересный период военного строительства. То есть в Баку в 19-м году, куда Шерембек приезжает с супругой и с юной дочерью, он становится директором учебного заведения. Это была Азербайджанская школа прапорщиков, которая, как ни странно, разместилась в здании, где располагалось то самое заведение Святой Нины дореволюционный период. Вот сейчас это 132-я, 134-я школа. Здесь непродолжительный период Первой Республики располагается школа прапорщиков, которую возглавляет полковник Шерембек Кесеменский. Затем в апреле 1919 года приказом правительства Азербайджанской республики за отличную службу 32-летний Шерембек становится, назначается командиром 2-го Бакинского пехотного полка. В июле того же года его повышают, он командует 4-м Кубинским пехотным удовлетворительный карьерный рост Шерембека Кесеменского оборвется очень трагично в 1920 году, но не с приходом 11-й Красной Армии. Знаете, причина его смерти была более чем тривиальна. Холера. Инфекционная заболевания. Правда, малярия. Малярия. Представляете, человек, прошедший горнила Первой мировой войны Кавказской Западной фронты, человек, участвовавший во всех этих, так сказать, столкновениях на Южном Кавказе, человек, принявший самое активное участие в военном строительстве Первой республики, вот такой вот опаленной войной, красавец, умирает от малярии в возрасте Христа в 33 года 4 января 1920 года, а 27-летняя вдова с 4-летней дочерью Леей остается одна. Но, тем не менее, с установлением советской власти в жизни Гейсарханум начинается новый довольно интересный этап. Дело в том, что в 1920 году указом Наркомпроса, который, собственно, и создавал Азербайджанскую государственную консерваторию и так далее, одним из указов Наркомата просвещения создается так называемый мусульманский женский клуб имени Али Байрамова, который сыграет колоссальную роль в эмансипации азербайджанской женщины. Этот клуб располагался в великолепном, роскошном мухтаровском особняке. Этот дворец бракосочетания. Он более известен нынешнему поколению бакинцев как дворец счастья. Так вот, до середины 30-х годов, где-то с года 22-го, здесь находился знаменитый клуб Али Байрамова, который сыграл колоссальную роль в эмансипации азербайджанской женщины. Именно здесь вместе с своей дочерью живет и работает Гейсарханум открывает первый журнал Шарь Гаданы. Первый печатный орган женский в Азербайджане был открыт в 1911 году. Это было печатное издание Иших. Его издавала Хадиджа Ханум Субханкулова в замужестве Алибекова, но этому печатному изданию был отмерен очень непродолжительный период, 11-12-е годы. А вот в 1923 году создается журнал, который сейчас продолжает функционировать только под названием Азербайджан Гаданы. То есть это был первый журнал, посвященный именно женщинам. И вот именно в этом журнале как нельзя лучше раскрывается дар Гейсарханум как карикатуристки. Она иллюстрирует выпуски журнала Шарь Гаданы. Причем этот журнал и этот клуб имеют такой грандиозный успех, что в 1924 году клуб Али Байрамова и редакцию журнала Шарь Гаданы посещает, кто бы вы думали, сама мама мирового феминизма Клара Цеткин, которая оставляет потрясающие воспоминания о клубе, о журнале. У нее есть очередь, которая называется «Кавказ в огне», где она пишет, цитирую, «В восточных женщинах, несмотря на оттупляющие условия жизни в течение многих столетий, начинает пробуждаться сознание человеческого достоинства и стремление к обретению человеческих прав. Клуб магометанских женщин в Баку служит в этом отношении сильным и убедительным доказательством, гораздо более сильным, нежели европейский модный костюм дочери великого визиря или обучение нескольких богатых мусульманок в Париже, Лондоне или Берлине». Конец цитаты. Клара Цеткин, очерк «Кавказ в огне», 1924 год. И вот именно в этом клубе с этим журналом сотрудничает Гейсар Ханум Кашиева, которая в то время уже вышла замуж вторично. Но ее второй супруг Зульфугар Сейдбейли в свое время партийный работник оказывается жертвой сталинских репрессий. Гейсар Ханум жена изменника Родины. Ее арестовывают, ее ссылают. В 1938 году Гейсар Ханум будет сослан практически в один и тот же год, тот же год, когда была расстреляна Хадиджи Ханум Гаибова, происходит арест и последующая ссылка Гейсар Ханум. Она вернется лишь в 1950-е годы. Вернется надломленной. Да, она пережила весь этот ужас. Она продолжала писать. Небольшая коллекция ее работ, насколько мне известно, имеется в музее изобразительного искусства. Но того взлета, того творческого подъема, который наблюдался в период Первой Республики, уж в особенности в 20-е годы прошлого столетия, у Гейсар Ханум уже не будет. Она вернется из ссылки надломленной. Гейсар Ханум Кашиевой не стало 17 апреля 1972 года. Знаете, сегодня мы можем строить догадки о том, знали ли друг друга героини нашего сегодняшнего вечера. Вполне возможно, что они были знакомы, возможно, они даже и дружили. Они родились в один и тот же год в 1993 году в одном и том же городе в Тифлисе. Обе переезжают в Баку в 1919 году. Обе были связаны с нарком Просом и его начинаниями в 1920-е годы. Я думаю, что эти женщины были знакомы друг с другом, возможно, даже дружили, но сегодня, по прошествии стольких лет, мы об этом можем строить лишь догадки. И то, и другое была уготована очень печальная участь в советский период. Период, который поначалу создавал, причем создавал колоссальные достижения и в области музыки, и в области изобразительного искусства, и в области скульптуры, и в области просвещения, и в области здравооха. А потом с чудовищностью Молоха пожирал лучшее из того, что было им создано. И вот этот феномен самопожирания, столь характерный для советского периода, остается неясным, во всяком случае не и по сей день. Но судьба Первой Республики, ее трагический финал, как нельзя лучше прослеживается в судьбах двух ярких азербайджанских женщин. И поскольку у нас с вами, мой дорогой зритель, сложилась такая своеобразная традиция завершать встречи стихами, напоследок мне бы хотелось познакомить вас с творчеством. Собственно, большинство из вас знакомить с творчеством этого человека не надо, но женская тематика очень интересно раскрывается в двух великолепных произведениях талантливейшего поэта, которого мы потеряли 10 лет назад, это Андрей Андреевич Вознесенский. Это вот генерация злых мальчиков. Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, а с ними Белла Ахмадулина, те же самые 60-е, 50-е, 60-е годы, та же самая эра Лемберанского, то есть вот эта вот поэзия времен оттепели. Вознесенский поэт на любителя. Кто-то любит, кто-то не очень поэт аристократичного плана, он не такой массовый, не такой народный, как быть может весьма талантливый, почитаемый мною, Рождественский, менее скандален, чем Евтушенко, хотя Евтушенко потрясающий поэт. У Вознесенского изумительный слог и изумительное чувство неприятия насилия, которое раскрывается в одном из его великолепных произведений Бьют Бьют Женщину. Бьют Женщину Блестит Белок В машине Темень И жара И бьются Ноги В потолок Как белые Прожектора Бьют Женщину Так Бьют Рабынь Она В заплаканной Красе Срывает Ручку Как рубильник Выбрасываясь На шоссе И взвизгивали Тормоза К ней Подбегали Тормоша И волочили И лупили Лицом По лугу И крапиве Подонок Как он бил Подробно Стиляга Чайл Гарольд Битюг Врезался В дышащие Ребра Ботинок Узкий Как утюг Оу Поение Окупанта Изыски Деревенщины У поворота На Купавну Бьют Женщину Бьют Женщину Веками Бьют Бьет Бьет Юность Бьет Торжественно На бата Свадебного Гул Бьют Женщину А от жаровин На щеках Трещат Затрещины Мещанство Быть Сильнее всего Бьют Женщину Но чист Ее Высокий Свет Прелестный И божественный Знамений Нет Религии Нет Есть Женщина Она Она Озеро Лежала Стояли Очи Как Вода И Не Ему Принадлежала Как Просека Или Звезда И Звезды По небу Стучали Как Дождь А черное Стекло И Скатываясь Остужали Ее Прозрачное Чело Андрей Андреевич Вознесенский Но чтобы не Сставать такое Безысходное Чувство Битости Женщины Я продолжу Этот цикл Стихов Вознесенского Еще одним Стихотворением Этого же Автора На этот раз Бьет Женщина Вау В чем Ресторане В чьей Стране Не вспомнишь Но в полночь Есть шесть Мужчин Есть стол Есть новый год И женщина Разгневанная Бьет Быть может Ей не подошла К компания Где взгляды Липнут Словно листья В бане За что Неважно Значит им Положено Пошла По рожам Как белье Положищем Бей Женщина Бей Милая Бей Мстящая Вмаж Майонезом Лысому В подтяжках Бей Женщина Массируем Мордасы За все Твои Грядущие Матрасы За то Что ты Во всем Передавая Что на земле Давно Матриархат Отбить Кучин Матриархат Шепчу Матриархат 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 Причем Будучи первыми В Азербайджане Практически Все они Были первыми Или одними Из первых На востоке Это то Чем мы Можем И должны Гордиться Вот на этой Позитивной ноте Завершаю Нашу сегодняшнюю встречу Я же В завершении Сегодняшней встречи Хочу Принести Слава Искренней благодарности Тем людям Благодаря которым Стали возможны Мои исследования Вылившиеся В эти статьи Публикации В то Чем я сегодня Имел честь С вами делиться Это Исследователи Оксана Буланова Анна Демченко Особая признательность Ирине Роте Ее сайту Наш Баку Опять-таки Женщины 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 Мы вас любим Мы вас ценим Мы вас чтим Но мы еще Недостаточно Изучили Ваше наследие Вообще И в Азербайджане В частности Попытаемся Восполнить Этот пробел Нашей с вами Истории До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры